МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Великая увлекалась философией и прочитала не один десяток книг. Объяснялось такое пристрастие просто. Когда молодая немка только переселилась в Россию, она оказалась в полном одиночестве. Главными друзьями стали книги. Она читала Монтескье, Вольтера, Дидро и де Ламбера. В одном из писем Вольтеру она писала, что из него можно делать все по желанию, а ваш крайне беден. И это при том, что для Екатерины русский был чужим языком. Юная прусская принцесса София Августа Фредерика Антгольд-Цербская прекрасно владела английским, французским и итальянским. Русский стала осваивать, когда в статусе невесты Петра Третьего прибыла на новую родину. Так зачем прусской принцессе надо было изучать русский язык? Ведь чтобы приблизиться к императрице Елизавете Петровне, Фике, как назвали в семье, Софию Августу, надо было налегать на учебники с французским, потому что дочь Петра предпочитала изъясняться на этом языке. Но Екатерина поступила иначе. Она стала более русской, чем весь царский двор. А языковую практику проходила, разговаривая с истопниками, полотерами да конюхами. Но зато устная речь была полна пословиц и поговорок. Тоже не всегда правильных, но очень необычных. Екатерина говорила, любить со всего сердца, по типу бегать со всех ног. Неправильно? Конечно. Зато сильно и трогательно. Прошу тебя, зови меня Катерина, а я буду звать тебя Григорий. Если мы будем любовниками, то это неправильно. Но мы не будем. Для меня вы все, о чем только может мечтать мужчина. И она сама любила со всего сердца. Молва приписывает Екатерине немыслимое количество романов. Говорили, что она меняла любовников, как перчатки. Но ее роман с Григорием Орловым длился более десяти лет. Какие уж тут перчатки. Она искала любви и, кажется, искренне влюблялась в каждого своего избранника. Даже если они и не были ее достойны. Появились фавориты, когда муж Петр Третий открыто состоял в любовных отношениях с Елизаветой Воронцовой. А супругу назвал не иначе, как госпожа подмога, обращаясь к ней исключительно по вопросам домашнего хозяйства. Вот Екатерина и не стала скрывать своих мужчин. По большей части людей незаурядных, умных, харизматичных. И это их отличало от законного супруга, который был свергнут с престола благодаря в том числе и Орлову. Императрица даже думала узаконить свои отношения с бравым гвардейцем, но потом от этой идеи отказалась. А вот из-за любви к светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину сдалась. Красив, не стар, в соку. Их чувства были столь сильными, что в начале 1775 года они тайно обвенчались в храме Вознесения Господня в старушках. Но даже после этого Екатерина не считала возможным афишировать свои отношения. Уже будучи супругами, они не считали приличным посещать друг друга и лишь обменивались записками. Последним официальным фаворитом Екатерины II стал Платон Александрович Зубов. Их роман начался в 1789 году и продолжался вплоть до самой смерти императрицы. Амбициозный молодой человек, а он был младше Екатерины на 38 лет, не только покорил женское сердце, но и взял в свои руки часть государственного управления. Пользовался огромным влиянием и даже потеснил вечного Потемкина от рычагов власти. Екатерина стала символом просвещения. Ей мы обязаны появлением Эрмитажа, первой публичной библиотеки и учебного заведения для девушек Смольного института, развитием драматического искусства и журналистики, реформированием университета, преобразованием кадетской школы. Она ввела обычаи нумеровать дома и повелела развесить указатели с названием улиц. Придумала первые в мире детские комбинезоны. Новинку опробовал ее внук, будущий император Александр I. Ей удалось существенно пополнить казном, вдвое увеличить армию и количество линейных кораблей. Теперь воочию вижу, есть флот на Черном море. Не только флот, но и моряки. Побили! Эта женщина, всходя на трон, приняла страну с населением 18 миллионов человек, а оставила с 36 миллионами. В общем, несмотря на потрясения и неудачи, которые тоже были, результатом своего управления Екатерина II могла по праву гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова